Всем привет и добро пожаловать на канал! Сегодня у нас будет мотивация на уборку на кухне. Будем организовывать хранение, создавать уют. Покажу я вам свои некоторые покупки для кухни. Ну и конечно же будем еще и готовить с вами вместе. В общем всем, кому интересно, приятного просмотра! На завтрак я сегодня готовлю оладушки. Единственное, ребенок меня попросил приготовить их с шоколадом. Ей подружка прислала какой-то рецепт, то ли в тиктоке, то ли еще где-то, где вот именно так готовили оладушки, закладывая внутрь шоколад. И вот она меня попросила точно так же приготовить. В общем, я сейчас этим как раз, как вы видите, занимаюсь. Оказалось, что не такое уж и простое это блюдо. В том плане, что если неправильно, не очень хорошо залепить тестом шоколад, то он вытекает. В общем, самое главное, как я уже в дальнейшем поняла, это класть шоколад. Когда оладушек еще только начинает схватываться, не запекся полностью тогда, а шоколад туда хорошо вдавливается и растекается внутри. Но, кстати, получилось действительно очень вкусно. Именно поэтому я вам этот рецепт показываю. Мы съели эти оладушки за один день, хотя обычно нам их хватает на два. Начинаю я свою уборку на кухне стандартно с того, что разбираю посудомойку и загружаю ее новой грязной посудой. Уборку, девочки, я решила сделать генеральную. То есть поменять хранение чуть ли не в каждом своем ящичке. Все, почистить всю технику. В общем, полностью привести в порядок свою кухню, но только с одной большой такой поправочкой. Не в один день. В общем, я давно намеревалась это сделать, но просто действительно, не знаю, мне кажется, уже пару месяцев откладываю. Просто потому, что как только подумаю, что придется несколько дней или целый день. Ну, целый день у меня нет возможности чистить, намывать кухню. Но, получается, несколько дней начищать кухню и ничем больше не заниматься. Так у меня просто все желание пропадало. И я решила, что не буду, значит, я себе никаких условий ставить. У меня по плану, в общем-то, я его наметила для себя. Знаю, что хочу все перебрать, но не собираюсь себя просто выматывать и целый день только этим заниматься. То есть я сегодня буду делать ровно столько, насколько у меня хватит сил, чтобы это было в удовольствие. Затем, ну, опять же, вот у меня получается уборка, возможно, только в выходные. Ну, такая серьезная. То есть я в одни выходные сделаю часть работы, в следующие выходные сделаю часть работы. Ну, и я надеюсь, что на два выходных у меня это дело растянется. Ну, а для вас это будет два, видимо, выпуска с уборкой на кухне. Хочу я сейчас переорганизовать свой уголок для мытья посуды. И показываю, купила, я заказала на Вайлберс такие вот губки в наборе, 10 штук. Очень они мне понравились, стильные, черные. И еще заказала вот такую вот подставку для чистящих моющих средств. Она черная, железная и небольшой тут поддон такой белый. В общем, мне показалось удобно, что на нее можно поставить чистящие моющие средства и повесить тряпочку, чтобы она просыхала. И также положить губку сюда же. Ну, и плюс за вот эти ручки сверху можно ее переносить. То есть, например, если мы не хотим на столешнице это все видеть, можно аккуратненько взять и поставить в ящичек. Ну, и даже если оставить на столешнице, это все все равно довольно опрятно выглядит на такой подставочке. И захотелось мне еще добавить немножечко зелени к этой подставке с черным цветом. Зеленый, мне кажется, смотрится очень симпатично. Но все растения, которые у меня были, они довольно-таки крупные. В общем, заказала я набор из миниатюрных искусственных таких вот суккулентов. Один я здесь оставлю, примеряю. Каждый по очереди смотрю, какой лучше выглядит. Один, в общем, выбрала, оставила. И остальные мне понадобятся в других местах для декора. Далее начищаю раковину. Использую для этого до места. Средство, конечно, термоядерное, но лучше него пока я ничего не придумала, ничего не нашла. Но периодически приходится мне, конечно, отходить от этой раковины, чтобы продышаться и не умереть от этого запаха. Заказала я не так давно набор вот таких вот белых контейнеров, органайзеров для хранения. Опытом, так сказать, получилось дешевле. Ну и сейчас хочу организовать хранение кошкиной еды в одном из таких органайзеров. Мне кажется, будет очень удобно здесь в ее пакетике хранить. И вроде бы все на виду и компактно, и не рассыпается при этом по полкам. Сухой кошкин корм пересыпается в такую вот стеклянную прозрачную банку. Я в последний раз брала кошке сухой корм в большом пакете, чтобы он не заветривался. Для ежедневного, так сказать, применения я пересыпала именно в эту банку. А вот этот сам пакет уже тщательно плотненько закрывала, чтобы корм оставался свежим. Ну и далее хочу, девочки, с вами поделиться информацией. Нашла я очень классное средство против выпадения и для роста волос. Я вам уже говорила, что волосы у меня проблемные, стоит меня где-то немножко стрессануть. Или вот ковидом, например, мы болели, и после этого просто шматками у меня волосы выпадали. Это был какой-то кошмар. Ну и я начала, так сказать, работу с этим. Конечно, работа девочки комплексно, это и витамины, и БАДы, но важно также и на корни волос наносить какие-то укрепляющие средства. И пробовала, честно говоря, многие. Мне они чем не нравились тем, что утяжеляют волосы зачастую. Немножечко переборщишь, и уже там где-то через полдня у тебя такое ощущение, что грязная голова. Так вот здесь вот этого эффекта нет вообще. То есть я сначала тоже боялась переборщить, а потом просто уже начала щедро, так сказать, спрыскивать кожу головы. И вообще ни разу, ни разу у меня не было эффекта грязной головы. Наоборот, мне кажется, даже укладывать с этим средством как-то укладываются легче волосы. Ну и самое главное, конечно же, то, что оно укрепляет корни. Это вот такой вот протеиновый тоник для роста волос от компании Рише в составе гидролат мяты и ментол. Знаю, что наши бабушки раньше делали настойки из мяты, но нам доступны такие вот уже готовые средства. Именно благодаря этим компонентам ускоряется рост, укрепляются корни, уменьшается выпадение волос. Также он отлично успокаивает кожу головы и борется с зудом и шелушениями, уменьшает перхоть. Ссылочку оставлю вам внизу в описании к видео. Очень надеюсь, что оно есть в наличии, когда вы смотрите это видео, потому что раскупают его, конечно, очень быстро. И я сама некоторое время ждала, когда появится, чтобы заказать. Ну и по текущим деньгам стоит, конечно, девочки вообще копейки. Мне кажется, один раз стоит обязательно попробовать, если волосы проблемные или хотите побыстрее отрастить, повысить, так сказать, густоту волос. Обязательно попробуйте хотя бы разок, ну и сделайте уже сами для себя выводы. Взяла еще недавно на Вэлдберис себе сковороды на замену вот этой. Она мне очень нравилась, она очень симпатичная. Но, смотрите, у нее посередине уже такое пригоревшее покрытие на нем готовить, конечно, уже нельзя. Я сырники жарю по периметру, неудобно, естественно. Ну, понятно, что надо менять сковородку, хотя мне она очень внешне нравится, такая симпатичная. В общем, приходится, пришлось заменить, заказала на Вэлдберисе набор. Сначала хотела взять одну, а потом все-таки решила, что надо взять наборчик из двух сковородок. Это, получается, Тефаль Инженя. Девочки, не реклама, заказывала на свои деньги. Многие почему-то думают, когда что-то показывают, что это реклама. Ну, вот, к сожалению, Тефаль пока не предлагал сотрудничество. Могу сказать, что сковородки очень понравились. Точнее говоря, вот, смотрите, вот это я уже пользуюсь, то есть я ее уже протестировала. Вот это у меня пока еще лежит. Она больше похожа на Vogue. Я вообще, конечно, когда заказывала, она, вот, смотрите, на рисунке похожа на такую обычную, наверное, сковородочку. Больше с небольшим дном. А в реальности она прям вот так как Vogue, да, больше на Vogue похожа. Но меня, в принципе, это устраивает. Вот, буду тоже на ней готовить. Пока еще ни разу на ней не готовила. Готовила только на этой. У них очень такое толстое дно. Написано, что сталь прогревается равномерно, действительно, в отличие, вот, знаете, вот от такого. И долго остывает. Опять же, знаете, очень люблю я сковородки Тефаль. Мне кажется, вот из всех сковородок, которые у меня были, антипригарное покрытие дольше всего держится у Тефаль. Ну, как ни крути. В общем, в этот раз решила не экспериментировать с какими-то ноунейм-производителями. Не брать просто за внешний вид, а взять именно за качество. Мне важно было, чтобы она подходила, сковороды подходили под индукционную плиту. Тоже, кстати, это еще надо, так сказать, поискать. Ну, точнее говоря, их, конечно, много, но надо на это обращать внимание при покупке. И еще мне, смотрите, понравилось у этих сковородок, то есть, получается, в комплекте две сковородки и ручка. То есть, мы можем очень так удобно крепиться, очень легко, и прикрепляется, и открепляется очень легко. Получается, что у меня просто были такие ситуации, когда вроде бы удобно блюдо какое-то начать жарить на сковороде, а потом переместить бы его в духовку. Но вот из-за того, что есть такие ручки на всех моих сковородках, которые не снимаются, это сделать практически невозможно. В общем, решила сразу взять именно такую отстегивающуюся ручку. Это, конечно, не часто вообще такая функция, в принципе, нужна мне. Но для удобства, для хранения тоже, кстати, компактнее получается. Чисто внешне, конечно, ну, простой лаконичный дизайн. Я вот, кстати, опять же, досматривалась на какие-то сковородки с деревянными ручками. Это, конечно, все очень красиво, но, блин, ну, блин, вот смотрите, недолговечно. Ну, хотя тоже, знаете, вот не могу сказать, что мне вот эта сковородка мало прослужила. Год, полтора, примерно, наверное, полтора года она прослужила тоже, в принципе, немало. Но, вот опять же, пометуя о том, сколько служат тефалевские сковородки, они все-таки раза в два-три служат больше. По поводу, кстати, антипригарного покрытия, вот эти вот сковороды, даже написано, что можно мыть посудомоечной машине, то есть она очень устойчивая. Но я, конечно, этого делать не буду. Мне кажется, если мыть посудомойки, все равно быстрее придет негодность. В общем, я не буду экспериментировать. Цена все-таки у них, ну, такая не сильно бюджетная. Ни копейки, это точно, поэтому... Нет, я лучше руками. А это мы выбрасываем. Жалко, конечно, честно говоря, жалко прощаться с этой сковородкой. Очень мне нравилось внешне. Ничего не поделаешь. На ужин решила сегодня запечь ребрышки с овощами. Очень простое, при этом вкусное блюдо. Запекаю я ребра обычно в отдельной какой-то емкости вместе с грибами. Грибы нарезаю не очень мелко. Такие средние и мелкие напополам. Либо мелкие вообще не разрезаю. А большие на четыре части. Хорошенечко это все солю. Посыпаю разными специями. Кстати, овощи я буду посыпать затем теми же самыми, ну, практически теми же самыми специями. В общем-то, один набор. И отправляю запекаться мясо вместе с грибами в духовку. Тем временем продолжаю нарезать овощи на противень. Сегодня я решила запечь аж целых два противня с овощами. Один у меня будет только с картошкой. Поскольку у меня лис любит картошку фри, вот сегодня я решила подзапечь, так сказать, картошечку и сказать ей, что это картошка фри. Полью просто обильно маслицем, но все равно это будет меньше масла, чем в реальной фритюрнице, да, в масле в реальном. И еще один противень. Там у меня получается баклажан нарезанный, кабачок и перчик. Где-то минут примерно через 15-20 после того, как у меня уже запекается мясо, я отправляю овощи, поскольку они все же поменьше немножечко пекутся. И получается, что сразу три посудины у меня одновременно запекаются в духовке. Очень, конечно, удобно. Хочу сразу заметить, что вот этого объема овощей и мяса нам хватит на два ужина. Картошку мы съедим, естественно, сразу, поскольку на следующий день она будет уже невкусная. А овощи, мясо и грибы нам хватит еще и на следующий день. При сервировке мясо подаю вместе с грибами. Картошечку кладу каждому отдельно на тарелку и отдельную тарелочку с овощами тоже оформляю. Продолжая уборку и организацию хранения, начать хочу с двух ящиков, которые меня беспокоят больше всего. Первый – это под раковиной, там, где у меня находится мусорное ведро. Рядом с ним, как вы видите, я складываю еще какой-то крупногабаритный мусор. Его я выбрасываю обычно отдельно. И второй ящик, вот этот вот угловой. Здесь у меня внизу хранится бытовая химия, мясорубка в отдельной коробке, и блендер также в отдельной коробке, и много очень сковородок, которыми я не пользуюсь. Хочу их убрать подальше, а здесь разместить те предметы, которыми пользуюсь часто. При этом меня еще беспокоит то, что химия у меня хранится вместе с посудой. Всю ее я хочу убрать вот в этот ящик, где мусорное ведро находится у меня. Надеюсь, что все уместится. Конечно, доставать ее издалека из ведра будет сложнее, но это не та химия, которой я пользуюсь каждый день. Раз в неделю, я думаю, что ничего страшного достану, я и издалека дотянусь. Освободила я от вещей и намыла вот такой вот выдвижной пластиковый ящик киевский. Он у меня находится там же, где и ведро рядом. Раньше я в нем размещала чистящее моющее средство, губку, но сейчас, поскольку организовала новое местечко для этих вещей, хочу там хранить мусорные мешки, тряпочки какие-то новые, губки те же новые, то есть свои запасы, никаких жидких моющих средств. Ну и отмываю весь этот ящик с использованием соды от различных загрязнений. Полностью все детали протираю. Далее, думаю, куда прикрепить органайзер для хранения пакетов. У меня обычно, например, если я с Пайлберс забираю заказы, очень много пакетов, в общем, каких-то больших скапливается. Я их просто так не выбрасываю. Я их складываю себе вот здесь, в этот ящик, и как раз вот крупногабаритный свой мусор я выношу в этих пакетах. Ну, в последнее время они у меня занимали практически весь вот этот выдвижной киевский ящик, и, в общем, решила я приобрести для них специальный органайзер. Также приобрела я небольшую такую самую недорогую простую штангу с крючочками, чтобы вешать на нее, например, перчатки для уборки, какой-то там ершик, ну, что-то такое очень легкое, поэтому штанга небольшая, она просто приклеивается к стенке, ничего не надо сверлить. Ну, конечно, большой вес она не выдержит, то есть это для чего-то такого легкого. Вот так вот я ее разместила на одной из стенок шкафа. Должно быть удобно. И далее начинаю собирать вот такую вот полочку, этажерку из трех ярусов для удобной организации хранения в угловом шкафу. Полочка мне в итоге понравилась, собралась она легко, оказалась по качеству очень даже неплохая. У нее также есть вот такие вот крючочки, не знаю, пригодятся они мне или нет, но тоже прикрепляю на всякий случай, можно иногда что-то повесить будет. В глубине шкафа под мойкой разместила я вот такую небольшую полочку, на нее хочу, на нее и под нее ставить химию. В общем, достаю всю химию из углового шкафа и буду размещать за мусорным ведром. Все, что легкое и можно повесить, имеет какой-то крючочек, я вешаю на свою новую штангу. Вот такой вот органайзер с крышечкой для хранения пакетов. Буду также крепить сейчас просто к стенке шкафа. По итогу хочу, кстати, сказать, что оказалось действительно мне очень удобно разместить в нем все накопившиеся пакеты под крупногабаритный мусор. Очень компактно, и снизу есть отверстие, из которого можно вынимать по одной штучке. Ну и перехожу к организации хранения в угловом шкафу. У меня сейчас самая главная задача разобраться с тем, что там находится, убрать все лишнее. Очень много у меня там сковородок, которые переехали со мной со старой квартиры, и они не подходят для индукционной плиты. Я купила специальный переходник, так сказать, блин, но на нем готовить очень неудобно, и я, если честно, боюсь еще испортить свою вот эту индукционную плиту, поэтому я решила их не выбрасывать. Я думаю, что они мне еще могут вполне пригодиться, эти сковородки. Кто не в курсе, мы строим дом, возможно, там я их использую. В общем, сейчас я ими не пользуюсь, и поэтому решила убрать их в верхние ящики. Первым делом я, конечно, все в этом шкафу отмываю, все полочки, все стенки, протираю с содой, чтобы все было стерильно, так сказать. Также протираю сразу верхние ящики, в которые буду складывать свою посуду для хранения. У меня верхние ящики, ну, многие еще пока свободны, поэтому, в общем-то, это не проблема убрать для хранения туда какие-то лишние кастрюльки, сковородочки. Единственное, конечно, важно не забыть. Из одного из своих верхних шкафов убираю часть посуды, перекладываю как раз ее в угловой шкаф. Это в основном будут сейчас сервировочные крупные, такие большие тарелки. Я их расположу в деревянной подставке, и мне кажется, что в таком виде мне будет ими удобно пользоваться. А верхний шкаф мне понадобится для других целей. Ну и, девочки, посмотрите, как великолепно вписала сюда эта этажерка. Получился у меня, можно сказать, волшебный уголок за копейки. Этажерка на колесиках при необходимости. Можно будет выдвинуть и достать то, что находится вдалеке. Единственное, стекло и что-то такое хрупкое тарелки я все-таки туда опасаюсь ставить. Не знаю, надо подумать, но решила вот для начала попробовать хранить здесь кошкину еду. И решила также еще здесь расположить масло для жарки поближе к плите. Ну а для удобства хранения в этом шкафу буду использовать как раз свои вот эти вот новые белые контейнеры. И показываю вам и возмущаюсь. Смотрите, каждый, просто каждый контейнер упакован в отдельный пакет. И девочки, хочу вам еще сейчас показать вот такие вот таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине. Я хотела вообще говоря провести, так сказать, тестирование разных таблеток, найти какие-то хорошие помимо финиша. И купила много разных упаковок для тестирования. В общем, вот эти вот товарищи, вот эти три, их не берите. Я их просто сейчас высыпаю в контейнер и буду использовать через раз. То есть один раз такую таблетку, один раз финиш. Потому что вот эти все три товарища очень плохо отмывают посуду. С первого раза можно не почувствовать, но где-то на второй, на третий ты по посуде просто понимаешь, что она не отмывается до конца. В общем, запомните их в лицо и никогда не берите в магазине. Ну и показываю, что у меня в итоге получилось в ящичке под раковиной. Конечно, изяществом этот ящик не блещет, ну насколько вообще может блистать ящик с помойным ведром. Но тем не менее, самое главное, что мне здесь стало удобно. Компактненько разместила тут и губки, и пакеты для мусора в этом выдвижном ящике икеевском. Ну и за ведром самое главное, что у меня уместилась вся химия. Теперь в своем угловом шкафу, помимо посуды, я могу хранить еще и какие-то продукты. На этом моя уборка на кухне не заканчивается. Она, можно сказать, еще только началась. И в следующем выпуске мы с вами, конечно же, продолжим. Также девочки спрашивали, как продвигается строительство дома. Сейчас я вам быстренько покажу. В общем, смотрите, вот это я снимала 3 сентября, и с тех пор особо ничего не поменялось. Показываю, возвели здесь вот такие колонны. Это, получается, у нас терраса будет, колонна на террасе. И сделали опалубку для того, чтобы заливать армпояс над колоннами, да, над первым этажом. В общем, получается, что нам сейчас на данный момент залили этот самый армпояс, дождались, когда он высохнет, и положили плиты перекрытий первого этажа. И последние, вот, наверное, две недели никого вообще на нашей стройке нет. У нас, к сожалению, закрадываются уже большие сомнения, что, скорее всего, не успеем мы закрыть контур дома до холодов. И это очень плохо, конечно же. Особенно меня, конечно, беспокоит то, что у нас кровля получается гибкая. И, насколько я понимаю, класть ее лучше, когда погода на улице теплая. Потому что в холод она может просто плохо пристать к крыше. И потом, ну, через какое-то время начнет отваливаться. Причем, знаете, что забавно? Строительная компания на своем YouTube-канале показывает ролики, как она прям в какие-то такие сроки сжатые строит дома людям. Чуть ли там не за месяц дом кому-то построили. В общем, по нашему дому я таких скоростей не ощущаю. Такое ощущение, что набрали они очень много заказов. И, ну, видимо, не справляются с такими мощностями. Я не знаю. В общем, на объекте у нас две недели, девочки, уже никого нет. Ну, и если считать заливку армпояса. То есть вот залили армпояс, потом ждали, когда он высохнет, где-то примерно недели-две. И приехали, положили плиты перекрытий. И получается, что, по большому счету, никаких особо работ уже месяц не ведется на объекте. Ну, и показываю внутри дома первый этаж, после того, как положили плиты перекрытий, как это все выглядит. В общем, буду держать вас в курсе нашей стройки. Еще девочки спрашивали, просили рассказать, как у нас Алиса пошла в школу, в первый класс. Сейчас вам быстренько в двух словах расскажу. Алиса! Хочешь школу? Да. Хочешь? Да. Мы, конечно, очень волновались. И, как вы видите, она так немножко волнуется. Мне кажется, я больше всех, наверное, волновалась. Все-таки новый этап в жизни, и ребенка, и наш тоже, соответственно. Ну и плюс очень большая у нас школа. В этом году только 400 первоклассников. Представляете себе, 16 первых классов. У нас новый микрорайон с многоэтажками. И вот эта вот школа, она новая. Ее открыли, по-моему, в 2020 году ее открыли только. И уже огромное количество народа, детей переполнено. И рядом с нашей, буквально, по-моему, в 500 метрах, строят еще одну такую же огромную школу. Говорят, в следующем году должны ее открыть, уже запустить. И надеюсь, что у нас будет полегче. Потому что, конечно, когда так много народа и большая школа, все равно волнительно за ребенка. Обучается у нас вся школа по программе «Школа России». И несколько классов по системе Занкова. Мы как раз тоже выбрали обучение по этой системе. Если будут какие-то вопросы, задавайте. С удовольствием отвечу. Ну и будем, наверное, уже сегодня прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь. И до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok